Всем привет! Сегодня вас ждет просто мегавыпуск, ведь Сокершоп запускает новый цикл выпусков под названием «Кто у кого украл?». Поговорим о плагиате, кто у кого что украл, как это было и какие последствия. Мы проделали колоссальную работу, чтобы подготовить этот выпуск. По сути, нам пришлось провести целое расследование. Поэтому я уверен, что он заслуживает вашего лайка и тем более подписки на канал. Сегодня, главным образом, речь пойдет о конкуренции между Nike и Adidas, но, возможно, еще речь пойдет о Pumi. Изучать более мелкие фирмы на наличие плагиата реально не вижу смысла, потому что известность их технологий, ну, не настолько высока. Что ж, начнем наш первый выпуск, который посвящен очень интересному и, можно сказать, давнему вопросу. «Кто у кого украл?», а именно революционный материал, который, по сути, создан с помощью технологии вязания. Материал под названием «Flyknit», который запатентировали в компании Nike, уже не вызывает ни у кого никакого восторга. А вот были времена, когда многие недоумевали, как это играть в бутсах, по сути, вязаных. Все привыкли к коже и синтетике. Примерно в то же время многие услышали об этом же материале, который назывался несколько по-другому, а именно Prime Knit. И, как вы уже точно знаете, его создатель – компания Adidas. Названия, на удивление, очень похожи, и кто разбирается в английском, понимают, что приставка Knight переводится как «вязка». И, по сути, материалы изготавливаются с помощью одной и той же техники, только называются по-другому. И самая главная фишка – это то, что должен быть кто-то, кто первый придумал использовать вязку в изготовлении спортивной обуви. Но интересно то, что появились эти два конкурентских материала с разницей всего лишь в несколько месяцев, а именно в 2012 году перед Олимпийскими играми в Лондоне. Стоит отметить, что первыми презентацию «Flyknit» успели сделать Nike, а уже потом, спустя пару месяцев, презентовали свой Prime Knit Adidas. И да, вывод напрашивается сам, что Adidas украл технологию у Nike, и на этом можно было бы закончить, если бы мы не были грамотными размышляющими людьми. Ведь, по сути, что такое пару месяцев для плагиата? Нам известно, что Nike свою технологию «Flyknit» разрабатывали не один год. Переоборудовали станки для вязания одежды на станки для вязания обуви, создавали точные компьютерные программы для всех этих процессов, которые были и остаются до сих пор нереально сложными. И как бы получается, Adidas всего лишь за пару месяцев украл это и реализовал? А как же тесты, допуски и прочие мелочи, которых не избежать? На самом деле, тут два варианта, что произошло, но сразу вставлю ремарочку, что Adidas тоже понадобилось немало времени, чтобы переоборудовать те же станки, чтобы придумать, как в своих производческих условиях реализовать такой материал. Итак, два варианта. Первый и более вероятный, что в то время просто появился тренд на вязаную обувь, и для этого нужно было разработать какой-то супер уникальный процесс, чем одновременно. И занялись как Nike, так и Adidas. Просто в Adidas немного подождали, а возможно специально дождались презентации Nike, чтобы посмотреть, какие мелочи, минусы вылезут после презентации, критику и прочее. После чего пару месяцев дорабатывали свой PrimeNeed и уже со смелостью презентовали свой материал, хоть и с запозданием. Неплохая стратегия, правда ты жертвуешь первенством в изобретении ради его качества. Хотя, камон, тут тоже есть свои вопросы, ну неужели в век любых возможностей компании не смогли бы спионить друг за другом и все разведать еще до презентации? Ну, это уже такое. Есть еще один вариант развития, очень спорный, заключается он в том, что возможно у Nike и Adidas один и тот же поставщик где-то в азиатских странах и мщут обувь из одного и того же материала, а компании уже для маркетинга выдают этот материал за свой уникальный и неповторимый. Хотя, опять же, очень многие замечают, что разницы между FlyNeed и PrimeNeed никакой нет. Ну, возможно в каких-то мелочах. Для ремарочки, в 2012 году Nike презентовали беговую обувь из планита, а футбольные бутсы из планита вышли только спустя два года и ими стали легендарная магиста обра. Так что тогда получается? Никто ни у кого ничего не украл? Как-то аж печально становится, что нет никакого экшена. Но мы забыли еще об одном фирме – Puma, в которой тоже запатентировали свой уникальный материал – EvoNeed. Вот что-что, а про этот материал в интернете крайне мало информации, кроме того, что это тоже метод вязки и он появился на обуви Puma гораздо позже. Стоит учесть, что все-таки Adidas и Puma – это родственники. Да, конкуренты, но все же корни идут из одной семьи. Поэтому очень вероятно, что тут не обошлось без связей. Но тут смело можно заявить, что именно Puma украли эту технологию, выдали за новый материал под другим названием, стали делать из него бутсы. Но, ребята, они хоть и, грубо говоря, украли технологию или, как принято говорить, сплагиатили, но вы только посмотрите, что они вытворяют с этим материалом. И сравните с тем, как такой же материал используется в компании Nike или Adidas. Ну, тут они хоть и типа украли, но зато подняли метод вязки на другой уровень. Ребята, я очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Вы получили ответ на вопрос, которым, возможно, и, скорее всего, задавались, когда узнали, что есть Flyknit, Primeknit и, тем более, Evoknit. Ставьте лайк, если хотите продолжение, ведь впереди мы рассмотрим не менее спорные технологии на вопрос, кто у кого украл. И это такие легендарные фишки, как носочек Dynamic Fit, нити Flywire, разделенная подошва и много чего другого, что пересекается у других фирм. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить эти видео. Ну, а на этом мы будем с вами прощаться. Всем пока!